В Муравленко выбирают лучшего энергетика. Профессионалы Ямала, Югры, Тюменской и Томской областей оспаривают право называться лучшими. Участники состязаются в трех номинациях. Для этого им предстоит пройти пять этапов, рассказывает Анастасия Попова. Команда производства энергообеспечения «Востокнефть». Муравленко вновь принимает гостей. Торжественным парадом открывают состязания профессионального мастерства лучшей по профессии в компании «Ноябрьская энергонефть». Вы сегодня уже победители. Общая численность «Ноябрьской энергонефти» это две с половиной тысячи человек. Сегодня здесь присутствует всего несколько команд, в составе которых по три специалиста. Это уже лучшие из лучших. И сегодня мы будем выбирать еще из этих лучших, самых лучших. Нефтяники без вас сегодня не могут справиться, потому что 99% добываем нефти. Мы добываем с помощью электроцентробежных насосов. Вы сами понимаете, что от качества вашей работы зависит и наш объем добычи. Основная наша задача сделать жизнь жителей каждого населенного пункта, где присутствуют энергетики, комфортной, светлой, теплой. Для того, чтобы жили мы, жили наши семьи. Энергетики шести команд соревнуются в трех номинациях. Они демонстрируют теоретические знания и практические навыки по пяти направлениям. Производят замену проходного изолятора, проверяют и настраивают терминал «Сириус-2Л», ликвидируют возгорание на рабочем месте и оказывают первую медицинскую помощь. Человек попал под напряжение. Условно вызывают скорую помощь. Город Муравленко, Ноябрьский энергонепп. Распределительная установка РУ 6 кВт. В команде пятеро участников и руководитель. Каждый выполняет свою функцию. Конкурсанты при «Обскнефти» проходят испытания, сложенные четко. За каждым действием югорчан наблюдает их руководитель Сергей Фетченко. Это нужно делать, нужно стремиться, даже делать это чаще, чтобы люди самореализовывались, повышали свою квалификацию. Ну и, естественно, общались внутри корпоративной обстановки друг с другом. Ценой ошибки в работе энергетика может стать человеческая жизнь. Поэтому даже на состязаниях все серьезное отработано на 100%. Недочетов здесь быть не должно и не может. Каждый этап соревнований – возможность только улучшить профессиональные знания и еще раз потренироваться в практике. Эти соревнования нужны для того, чтобы работники показали свой уровень мастерства, то есть указали то, на что способен, как знают свою профессию полностью. Ну и, в общем, это праздник для всех. За происходящим на площадках наблюдает судейская коллегия. Она дает оценку каждому действию. Одно испытание может включать сразу несколько заданий, как, например, третье – тушение пожаров КТПН. Состоит он из двух подэтапов. На первом подэтапе участникам необходимо вывести в ремонт КТП и допустить пожарную охрану для тушения пожара. Во втором подэтапе необходимо уже провести, участники занимаются тушением пожара, непосредственно огнетушителям. Результаты двух соревновательных дней станут известны уже завтра. Команде победительницы представится возможность принять участие в открытом чемпионате профмастерства компании «Россети» в июле в Екатеринбурге. Анастасия Попова, Пётр Хаджаев, Новости, Муравленко.